Доброе утро! После новогодних праздников напоминаю вам, что на наших каналах начнется трансляция записи конкурса Биркюнь под одним солнцем. И вы сможете проголосовать за понравившегося участника. Подробности в нашем сюжете. 11 этноисполнителей из разных регионов России объединил конкурс Биркюнь под одним солнцем. Совместный проект Якутского театра эстрады и национальной вещательной компании «Саха» при поддержке Министерства культуры и духовного развития. Каждый из 11 участников ведет активную музыкальную деятельность. Все они многочисленные призеры и финалисты известных музыкальных проектов и фестивалей. Прежде чем попасть в Якутию, участники проходили отборочный тур у себя в регионах. Якутию на конкурсе представляет певец и хамусист Айсен Амосов. Участники очень талантливые, очень сильные. Но я свою республику не подведу. Конкурсанты все без исключения признаются. Земля Ланхо подружила и сплотила их. Самое главное, конечно, это просто подружиться. Это показать себя именно другому народу. Мы за месяц до конкурса уже начали вести общение в интернете. Друг друга все знаем про друг друга. И на самом деле дух соперничества нет. Мы реально все сдружились. Тут собрались самые сильные участники. Все достойные, все просто супер. Все с разной культурой. В связи с тем, что мы тут все подружились, все уже такие стали родными, я за каждого буду болеть. С 15 января 2018 года по 11 февраля запись выступлений будет транслироваться в эфирах региональных телеканалов. Охват зрительской аудитории конкурса составит 16 миллионов человек. Также во время вещания во всех участвующих регионах будет вестись голосование среди телезрителей для определения победителя в номинации приз зрительских симпатий. Финальный гала-концерт «Биркюнь» состоится 17 февраля. По итогам СМС-голосования и по решению компетентного жюри будут выбраны два победителя. 11 участников из разных регионов, 16 миллионов телезрителей, призовой фонд в 1 миллион 600 тысяч рублей. Все это первый межрегиональный интерактивный конкурс современной песни в жанре этно-поп «Биркюнь» «Под одним солнцем». Тундра!